Менщины ученые от природы, а мужчины от книг. Привет, я Даша. И сегодня я отвечаю на вопросы, предложенные одной замечательной группе ВКонтакте. Так что я ссылку оставлю в описании. Заходим, вступаем. Там интересно. Когда тебя посетила мысль снять видео о книгах? Так, все началось с видео книжной бабочки, которая, к сожалению, сейчас уже не снимается. Ее никнейм был Passion for a Living, Таня. Я к моменту выхода ее видео свои уже снимала, но была немножко другая концепция. Я нассетовала в своем видео, что у нас фактически нет людей, которые рассказывали бы о книгах. Не просто случай к случаю, а вот именно основная тема канала. Я сидела, думаю, блин! И вот с тех пор стала снимать о книгах. Что Passion for a Living — своего рода легенда, потому что, я думаю, она просто создала книжный YouTube в русский. С ее подачи вдохновилось несколько людей. Те несколько людей вдохновили еще нескольких людей, и понеслось. Сапочка замкнулась. Вот так. Первая книга, о которой ты рассказала на своем канале. Если я не ошибаюсь, это была книга Эли Сибблт «Милые кости». Это была книга... Это было видео из-за взрыва анбоксинга, то есть я посылку открывала на камеру, и там была книга, это была книжная посылка. До этого я читала «Уже милые кости», но в электронном варианте. И они мне так понравились, что я заказала книгу бумажную, стандартную, обычную. Поэтому, когда я достала из коробки, я сразу о ней немножко рассказала. Поэтому, по-моему, это была она. Твоя любимая книга? Мне кажется, у человека читающего не может быть априоли любимой книги. Даже у любимого писателя не факт, что есть. Их всегда очень много. Я сегодня делаю подборку книг, о которых расскажу в конце декабря. То есть традиционно я буду делать, как и в том году, самые лучшие книги года. Ну и не вообще, конечно, это зарядом мною прочитанных. И я выписала 11 книг. А декабрь ещё не закончился. Может быть, я ещё что-то впишу. Мне кажется, у человека, читающего не от случая к случаю, а постоянно в любимой книге быть просто не может. Пять причин не бросать это дело. Моя причина, она чисто моя причина. Я не смогу без них жить. Серьёзно. Это часть меня. Это как ходить, есть, дышать, говорить. Ведь если я лишусь книги, я лишусь одного из органов восприятия фактически. Вторая причина – книги – это хорошо. Если не в познавательном смысле, то просто как, я не знаю, развлечение. Такой громотвод, который тебя может либо отличить от какой-то ситуации жизненной, либо, наоборот, настроить на нужную волну, которую тебе нужно вдохновиться, создать себе хорошее настроение, ещё какая-то цель. Третьих – это так приятно. Ну, сидеть, читать, давать волю воображению, радоваться и приживать вместе с главными героями книги. Мне кажется, это замечательно. От этого получаешь удовольствие. Четвёртое – чтобы удивлять, наверное, таких людей, даже и вернуть статус России как самочитающие страны в мире. Такие, что-то, какая-то странная причина у меня получилась, издвоенная, как двойная звезда. Ну и пятая… Ну, не знаю, книги – это в любом случае круто, без всяких причин. Ну, назови пять причин, почему ты маму свою любишь. Бумажная книга, электронная или аудио? И почему? Только бумажная. И предпочтительно бумажная. Я очень много читаю в электронном варианте, но для себя я сделала такой вот вывод, что в бумажном варианте я буду в двух случаях брать книги, когда её написал проверенный писатель, у меня очень любимый, и второе, когда я прочитала книгу в электронном варианте, мне очень понравилось, я уверена, что мне захочется её перечитать, и вот тогда да, привет, бумажная книга. Аудиокниги я вообще, честно говоря, за книги не считаю. Это не книги, это радио, аудиоспектакль, всё что угодно, но это не книга. Я, честно, пыталась понять и простить. Я прослушала несколько аудиокниг, это была Семёнова, это был и аудиоспектакль Джанер, моя любимая, кстати, в оригинале. Кстати, рекомендую. Это был Эдвард Радзинский. Я слышала, мой любимый радио, это радио «Звезда», там постоянно какие-то книги, повести, рассказы читают, слух. Нет, я вообще аудиокниги не читаю книгами. Но это всё равно, что считать книгой экранизацией. Я думаю, так. Ну вот, такое мои впечатления. Поэтому, конечно, я предпочитаю книжный вариант, повторюсь, но при этом очень много читаю в электронном виде. Плюсы книгоблогинга? Первое, есть возможность поговорить о книгах. В жизни у меня мало с кем есть это обсудить. Во-вторых, с кем появляется, с кем обсудить. В-третьих, это просто полезно. Я очень надеюсь, когда мне удастся вдохновить людей, начать читать. Или читать ещё больше. Так, это было три. Четыре. Это полезно для меня самой, потому что я слышу, как я говорю, соответственно, я могу улучшать свою речь. И пятое. Получать просто удовольствие от процесса то, что ты, например, видишь сообщение, что тебе такой-то человек написал комментарий. И ты уже примерно представляешь, что ты прочтёшь. Потому что ты всех знаешь. Особенности каждого человека. Когда кто-то пропадает, пристаёт писать комментарии, ты это замечаешь. Когда появляется новый человек, ты это замечаешь тоже. И это хорошо. Считаешь ли ты всех книгоблогеров с семьёй? Да, несомненно. Какой-то такой... Такой семьёй не в плане семьёй, а семьёй в плане единомышленники. Даже вот если мы читаем кардинально разные виды книг, даже если там не сходимся в чём-то во мнениях, причём категорически, даже вот мы совсем разные, но всё-таки мы вместе, всё равно вот этот вот дух... К сожалению, и редко, когда у тебя есть знакомый человек, который тоже читает, и не раз в год, и не журнал «Космополитен», книги... Это многое у вас стоит. И ещё... Более бесценное, это когда у тебя есть именно вот... единомышленник, который любит то же, что и ты в книге. И вообще... Это очень такое чувство... Славное, милое. Мило, славное, как я в последнее время люблю выражаться. Когда... Ты знаешь, есть люди, которые тебя поймут в отношении книг всегда. Какую цель преследуешь, снимая видео и выкладывая их на канал? Никакую. Мне просто нравится. И всё. Что для тебя книги? Ну, на это просто частично ответила уже... В одном из предыдущих. Книги для меня есть мир. Ещё один орган восприятия мира. И... И вот. Вот такие у меня получились ответы. Я надеюсь, тебе понравилось. До скорых книг. Пока.